Я хочу сказать о книге, которую прочел совсем недавно. И которая произвела на меня большое впечатление. Это роман петербургского филолога Евгения Водолазкина, который называется «Лавр» по имени главного героя. Мне кажется, что эта книга появилась в свое время, попала в некую временную точку, которая для этой книги очень благоприятна. Что я имею в виду? Роман необычен по нескольким причинам. Прежде всего, это жанр жития, но при этом написанный чрезвычайно современным языком и живым стилем. Точнее, не просто живым современным языком, а смешением современного языка и языка архаического. Причем это смешение совершенно естественное. Смешение происходит и в самой книге, потому что главный герой живет в средние века. И тем не менее, очень легко перемещается по времени, хотя это не фантастика. Сам автор говорит об этом так – времени нет. Мне кажется, здесь даже более интересная конструкция, потому что главный герой существует одновременно в разных временах. И это для него естественно, и, по-видимому, по мнению автора, естественно, для любого человека. Вот эта свобода человека от времени является ключевым пунктом для этого романа. Почему это важно сегодня и сейчас? Мы находимся в той точке времени, когда одно из основных чувств или ощущений, которые мы испытываем – это ощущение потерянности. Потерянности в пространстве, в стране, во времени. Эта книга дает нам некую странную надежду. Даже не образец, потому что едва ли мы с вами будем святыми, как герои этой книги. Но надежду на то, что у нас есть свобода и мы найдем себя в этом пространстве, в этом времени, потому что мы сможем выбирать то время и ту точку, в которой мы хотим находиться. Ну и последнее, он действительно очень про Россию. Книга заканчивается замечательным диалогом о России иностранца и русского. Иностранец признается, что он не понимает Россию и спрашивает у русского, а сами-то вы ее понимаете. Русский Подумов немного отвечает, нет, сами мы ее, конечно, тоже не понимаем. Спасибо. Русский Подумов Русский Подумов Русский Подумов